Добрый день! Вы искали лечение витаминоза? Но если вы этим занимаетесь в состоянии здоровья, вы очень предусмотрительный человек. Потому что витамины и микроэлементы ускоряют десятки раз обмен веществ. И оптимизируют его, и позволяют активно работать и медленнее уставать. Если вы этим занимаетесь уже в состоянии болезней, если у вас зацепила депрессия, если у вас упала работоспособность, если у вас появились те или иные заболевания, чаще всего воспалительные, язвенные болезни, гастриты, холециститы. Ну, не беда. Я подскажу, как все это скомпенсировать и как наладить правильное питание. Я врач, физиотерапевт, диетолог Борис Качко. Ну, немножко разбираюсь в этом вопросе. Когда ваше питание хаотично, когда оно напоминает цвета моей одежды, то для вашего организма наступают соответствующие времена. То полоска белая, то полоска черная, то полоска такая серенькая, депрессивная, то полоска голубенькая, активная. Для того, чтобы ваш организм не был в такой вот непонятной ситуации, чтобы он работал всегда эффективно и результативно, ну, нужно просто наладить правильное питание. И я, честно говоря, не удивлен. Сегодня у нас витаминов, микроэлементов полно. Если раньше у нас весной были, ну, такие подгнившие овощи, подсохшие фрукты, то сегодня у нас обилие продуктов питания. У нас полно свежайших витаминов, скажем так, в фруктах, в овощах, в зелени. Все это есть. Почему же вы ищете лечение витаминоза? Где вы ищете сегодня витамины и микроэлементы, если они у вас доступны, а ваш организм страдает? Я вам объясню. Проблема в том, что загрузить в пищеварительную систему продукты питания и доставить до клеток витамины и микроэлементы, это две большие разницы, как говорят в Одессе. Хотя разница, многие поспорят со мной одна. А разница в чем? Загрузить в пищеварительную систему не фокус. Но что такое пищеварительная система? Это наружная среда вашего организма. Это как кожа. Вы на кожу намазали плохенький крем и считаете, что ваша кожа улучшит свое состояние? Никогда. Пока вы не нанесете сюда правильное питание своей кожи, она не будет лучше той, которая была до намазывания. То же самое с организмом. Когда вы вносите в свою пищеварительную систему сырые, овощи и фрукты, ну вы практически получаете процентов 10-15 витаминов, которые в них находятся в реальном сырье. Потому что извлечь из сырых овощей и фруктов очень сложно. Видели объем живота у коня, которого кормят сеном? Когда кормят овсом, он немножко поменьше животик. А когда кормят сеном, у него живот громадный. Почему? Потому что у него длина пищеварительной системы раза в 4 больше, чем у вас. У человека 8 метров тонкого кишечника, а у коня метров 30. Именно такая длина позволяет переварить растительную пищу сырую. Многие занимаются сухофрукты, едят примерно то же самое. Они перевариваются, начинают уже вне организма человека. Корова тоже варит сырую пищу, но у нее 4 желудка, у вас только один. И то не всегда работает эффективно. Поэтому вносить сырую пищу бессмысленно. Должен быть обязательно режим питания. Проверяли у 20-летних ребят, кормили ей 2 раза в день. 25% пищи в унитазе. Посчитайте, за сколько денег вы тратите на продукты питания. И четверть можете смело сразу выбрасывать в унитаз, за них все равно у вас не переварится. Все равно не усвоится. А там находятся витамины и микроэлементы. Там находится ваше здоровье. В неправильном питании оно уходит в канализацию. При правильном питании все полезные вещества идут в ваш организм на работу ваших клеток. У большинства сегодня в кишечнике дисбактериоз. Что это говорит, о чем это свидетельствует? О том, что вы вносите туда пищу в расчете, что она переварится и усвоите вы сами. Первыми ее едят патогенные бактерии. Если 25 лет назад, когда я заканчивал Киевский мединститут, нам рассказывали о 500-х бактериях, которые находятся в кишечнике, то американцы несколько месяцев назад пересчитали, они нашли другую цифру. Уже 10 тысяч бактерий. Это благодаря антибиотикам. И сегодня фармкомпании сами говорят, ребята, если вы заболели, не пейте антибиотики. Антибиотики только в случае развития осложнений. На первых этапах нужно лечиться совершенно по-иному. Если вам это нужно будет, если вам нужно применение каких-то лечебных средств при воспалительных процессах, обращайтесь. Контакты вы увидите чуть попозже. Третий момент. Ситуация очень неприятная. Наличие глистовых паразитов в пищеварительной стене. Конечно, человеку это неприятно знать, что в нем живут какие-то гады. Но тем не менее, по статистике, в Европе каждый второй житель носит гадов. В Советском Союзе статистика только микроскопии КАЛа у 70% людей определялись паразиты. И это когда мы жили под железным занавесом, когда мы были ограничены в передвижениях, и в пределах Советского Союза было всего 29 видов паразитов. Сегодня занавеса нет. Сегодня любой человек имеет возможность съездить в его Восточную Азию, в Африку, еще куда-нибудь, и привезти оттуда паразитов. Вы прививаетесь перед каждой поездкой за границу, или ездите так, просто, на обмоня. Вот если вы ездите просто так, неподготовленным, вы очень серьезно рискуете привезти оттуда какую-то экзотическую инфекцию. А во всем мире известно, ни много ни мало, 150 видов паразитов, которые способны жить в человеке. И наладить при этом правильное питание, и не искать потом витамины, микроэлементы, где-то еще, очень сложно. Третий момент. В движении витамины, микроэлементов в ваш организм. Это состояние печени. Если у вас печень в хорошем состоянии, никаких проблем не будет, она переработает, усвоит все полезные вещества, и они дойдут до клетки. Ну, я людей с хорошей печенью, вы знаете, уже давно не видел. Как правило, она в разной степени больна, а это о чем говорит. Печень вырабатывает дуги-переносчики. Для тех же витаминов, микроэлементов. Не ходят витамины, микроэлементы по организму сами по себе. И говорят, ребята, клетки, возьмите нас, мы готовы. Мы вам поможем работать. Есть белки-переносчики. Из кишечника всасывается витамин, крепится белок-переносчик, и попадает в печень. Если в крови уровень витаминов, микроэлементов достаточный, печень накапливает их себе. Хорошая печень, замечу. Если этих витаминов, микроэлементов в крови мало, то есть у вас питание, как моя одежда, белок-переносчик идет дальше. Доходит до клетки, клетка его взяла и использует для своей жизнедеятельности. Так вот вопрос в чем? Когда печень хорошая, этот процесс идет оптимально. И клетки реально работают. Если вы когда-то перенесли гепатит, если есть жировой гепатоз, то ваша печень уже работает неправильно. Ну, я уже не говорю про то, что есть дисбактериоз, паразиты какие-то в пищеварительной степени, у вас правильное питание. То есть вот эти все факторы, они влияют на конечный результат. На доставку витаминов, микроэлементов к работающей клетке. Потому что когда клетка их имеет, когда она работает оптимально, вы не ищете витамины, микроэлементы. Вы совершенно спокойно работаете на своей работе и не тратите время на поиск того, чего вам не нужно. Ваш организм этим обеспечен. Если этого клетки не получают, то здесь возникает проблема. Где еще можно потерять витамины, микроэлементы весной? Активная работа. Любой активный труд. То есть когда у вас дефицит витаминов и микроэлементов, ваша активность должна снижаться соответственно. Ну, ваш мозг делает это автоматически. Только он не получает питательные вещества, снижается работоспособность или мозг попадает в состояние депрессии. Если вам это не нравится, принимать антидепрессанты можно, но неправильно. Потому что разогнать активность мозга до нужной вам активности вы можете. Но мозг не получил питательные вещества. Питание его на этом уровне находится. Он будет истощаться. Ему будет тяжело работать. И попадет, может попасть еще в более тяжелое состояние. Поэтому выход из депрессии простой. Правильное питание. Правильное питание клеток мозга. Всем необходимым, что ему нужно. Вот если вы наладите эту систему, не вопрос. Если у вас работает интенсивная мышца, она тоже потребитель питательных веществ. Она утаскивает на себя и белки нужные для работы, и витамины, микроэлементы. И вместе с падением работоспособности автоматически падает иммунитет. Потому что мышцы и иммунная система, они конкуренты. Больше того, это мобильное депо белка и витамины, микроэлементы. Если работает мышца на неправильном питании, соответственно, что получается? Падает иммунитет. Если вы весной ограничиваете работоспособность свою, физическую, то есть вы не тратите зря энергию, не бегаете лишние круги вокруг своего дома, у вас автоматически поднимается иммунитет. Потому что иммунная система получила дополнительное количество витаминов и микроэлементов. Вот вам весенний авитаминоз, вот вам весеннее снижение иммунитета. И весной инфекции протекают более злокачественно, чем осенью. Количество витаминов и микроэлементов в вашем организме меньше. Потому что сезон обильного употребления овощей и фруктов в свежем виде, когда они свежие, из грядки, без химии, без ничего, и самые сочные, в самом соку, уже давно прошел. Вы можете загрузить, загружают люди летом и в начале осени свежие овощи и фрукты, наполняется организм, но если хорошо работает печень, если нет, наполнения вы этого особо не увидите, уже с осени начинаете болеть. Поэтому, если вам необходимо лечение авитаминоза, если вы хотите улучшить работоспособность своего организма, обеспечить его всеми нужными микронутриентами, то есть витаминами, микроэлементами, не говоря уже о белках, жирах, углеводах, вам нужно наладить правильное питание. Если вам необходимо правильное питание, обращайтесь. Я врач-фидотерапевт, диетолог, имею достаточно приличный опыт работы, более 25 лет занимаюсь этим вопросом, опубликовал уже более 40 различных книг и брошюр, и имею определенный опыт в этом лечении, в этом направлении. Поэтому, если вам это необходимо, обращайтесь. Лечение по методу доктора Скачко, оно системно, оно комплексно, оно очень эффективно, и если вы за ним обратитесь, если вам это нужно, помощь будет.